Тоже судим и переходим к рассказу о решающем финале этого вечера. На этом программа третьего соревновательного дня будет завершена. Как я вам и говорил, сборная Турции имеет еще один шанс побороться за золотую медаль. Одна уже есть. Сборная Турции сегодня одно серебро. И вот что будет сейчас. Минимум серебром, либо золотурецкий день. Сорев удивил всех. Вот данный спортсмен, который вышел. Да, я говорил нашим телезрителям, что эта весовая категория считалась как бы нашей. И Альберт Гауна, человек, который претендовал на золото, уступил и оступился сегодня в субботу в Швейцарии. В Монтре неудачное выступление Альберта Гауна. И как раз Альберт Гаун проиграл именно этому турецкому спортсмену Юнусу Сари. Проиграл по золотому балу в четвертом решении. По количеству касаний. Да, по количеству касаний. Вот что-то говорить. Хотел бы выиграл раньше. Я так считаю. Тут справедливости ранее надо сказать, что Альберт Гаун молодец, но ты должен с запасом всегда работать, как и судьи. Всегда подстраховывать сами себя. Ни на кого не рассчитывают. Здесь рассчитывать на количество решений. Это не бокс, когда ты до последнего не знаешь, победил или нет. Когда там спорные моменты, карточки у судьи. Здесь все понятно. Ударил, победил. Он вел, в том-то и дело. Он вел, получается, 4 балла. И пропустил в голову уже на последних секундах. Но, видать, вот как вы говорите, расслабился немножко. Ну, как сегодняшняя судья из Норвегии, да. В общем, главная сенсация еще не в том, что Альберт Гаун проиграл сегодня. Айрон Кук, великий спортсмен, бывший британец, да. Проиграл все тому же Еносу Сари сборной Турции. Уступил Айрон Кук в полуфинале. Но это уже не британец, как вы, зрители, уважаемые, знаете. А представитель сборной команды Молдавии. Эмигрировал спортивный гражданство теперь у Айрон Кука Молдавская. И поедет защищать цвет молдавского флага на Олимпийские игры. Это, конечно, большая радость для сборной Молдавии. Он в этом году был признан лучшим спортсменом в Молдавии. Да, 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 совершенно верно. Я не знаю, насколько счастлив сам Айрон Кук в Молдавии. Но, по крайней мере, на Олимпиаду летит. Были проблемы у него с своей федерацией британской. Каждый в этой жизни выбирает свою дорогу, свой путь. Пожелаем удачи очень зрелищному бойцу Айрону Куку. Прежде всего, успеха. Но сегодня Айрон Кук остается только с бронзой. В финале его нет. Хотя мы ждали, например, финал Кука-Гаун. Вот, честно, еще вчера анонсировали его. Но вот не сложилось. Другие ребята очень мощные вышли в эту весовую категорию в финал. Давайте, Андрей, немножко расскажем про соперника. Что представляет из себя азербайджанец? Ну, он тоже, получается, несколько ассимилированный азербайджанец. Это иранец, который с недавнего времени, как и вчерашняя представительница нашей страны, выступает за сборную Азербайджана. Так же, как и Радик Исаев. Да, бывший российский спортсмен, теперь сборная Азербайджана. Вот, бывший иранец Мехди Хади Гани, теперь является представителем сборной Азербайджана. 25 лет, причем уже опытный азербайджанец. Сейчас он в красном протекторе. И выходит, кстати, вперед атака через левую сторону. Прошла очень удачная у иранца. Немножко о том, как он сегодня шел. Победил 16-4 очень легко поляка в полуфинале. Неожиданно. В четвертьфинале было гораздо сложнее. Еще проще. Олимпийского чемпиона выиграл. Да, победил неожиданно у британца Мухаммада Лутала. Я и сказал, что сегодня день сенсации. Не только барышник Вегаун с приставкой отрицательные нас удивили, но вот еще и британцы не досчитались. Возможно, золото Мухаммада Лутала, действительно действующий олимпийский чемпион в этой весовой категории до 80 килограммов, остается вообще без медали на чемпионате Европы. Уступили в финале азербайджанцу. Мы сказали про Айрона Кука, представителя Молдави. Он тоже не вышел в финал. Альберт Гаун, лидера мирового сезона. С первой пятерки, либо без медали, либо лишь только с бронзой. И далеко не самый счастливый расклад. При том, что хочу заметить, господин Сари Юнус мог вообще закончить свое выступление сегодня в самом начале, когда он лишь со счетом 10-9, если помните, Андрей, победил испанца, по-моему, Мартинеса. Вот так вот бывает. Ну, надо отдать должное Сари. Сегодня, видимо, сожлись так звезды, что ему, как сказать, как говорит Катя... Быть чемпионом? Ну, не скажи. Нет, я думаю просто, что он достигнет своего максимума. Конечно, иранец, я думаю, что сделает все, чтобы, так сказать, не дать ему этого достигнуть. Но надо отдать должное иранцу. Он, по-моему, толком-то ничего не проиграл за последнее время. Я больше скажу, Хаджигани добился главного в своей жизни. Он поедет на Олимпиаду. Он в Стамбуле в январе смог выиграть квалификационный турнир, взять лицензию. В отличие, кстати, от Юнуса Сари, который летом, через три месяца, в августе будет отсутствовать в Рио-де-Жанейро. Он лицензии не имеет. Так что сейчас вот этот статус олимпийского участника дает, безусловно, силы азербайджанцу лидировать в этом финале. Поэтому после первого раунда счет 2-0. Ну, нам на руку, с другой стороны. Потому что... Вы имеете в виду общий командный зачет? Да, получается, сегодня уже одно золото. Сегодня еще, ну, как минимум, две серебряных медали. Одна золотая у сборной Турции. Что на чемпионате Европы ведется общий командный зачет. И после первых двух соревновательных дней у сборной России все было в полном порядке. Потому что, помимо одной золотой медали, у нас было аж пять бронзовых. Турки таким похвастать не могли. Но вот сегодня они сборную России обгоняют. Потому что они получили золотую медаль, получили серебряную. И сейчас, как минимум, будет еще одна серебряная. И по статусу медали выше, и по количеству турки сборной России обгоняют. Завтра решающий день в этом плане. К сожалению, наши оба спортсмена сегодня проиграли до золотого балла. И Анастасия, наша Барышникова, проиграла хорватке. Вот. Вот. Также, получается, Алик Гаун проиграл тоже по касаниям. Вот именно Сари. И смотрите, ни в чем турецкий спортсмен не хочет уступать в этом раунде. Я имею в виду, что он же должен идти вперед. Счет 0-2. При этом Турк ведет себя так, как будто он выигрывает со счетом 2-0. Вот вы видели, да, Андрей? Сегодня Турчанка одержала победу. Два спайна раунда ничего не делала. Иран Яман. И одним ударом в голову блестящую победу одержала. Поэтому, возможно, и здесь Турк выцеливает одну атаку, которая также его принесет победу в этом финале. 3-2 будет тогда. Ну, мы посмотрим в любом случае, так сказать, в прямом эфире. Увидим, что же будет дальше. Но я думаю, что Иранец активно перекрывает ему впереди стоящую ногу Сари. Не дает ему развивать свою атаку. И с разворота нужно опасаться атаки. В полуфинале как раз этим и взял своего соперника Юносари. Азербайджанец тоже умеет бить с разворота. На время, кстати, сейчас посмотрел азербайджанец. Мне кажется, вот как португалец в предыдущем финале. Третий раунд тактически больше действовал Феррера. Так сейчас, наверное, и азербайджанец поступит в третьем раунде. Потому что во втором ничего уже не поменяется. Меньше пяти секунд. Да, все. Даже досрочно, за секунду до окончания времени на табло. Турак пожал руку азербайджанцу. Признав пока на сегодняшний момент, на текущую секунду преимущество соперника. Бывший иранец Харжигани. Сейчас нынче уже представитель сборной Азербайджана. Также вот получается у Азербайджана тренер, который их ведет в последние... Также представитель Ирана. Он раньше был главным тренером сборной Ирана. Много лет причем, да. Много лет и вот получается сейчас все равно. Наши, вернее не наши, я извиняюсь. Ну, когда-то наши товарищи из Азербайджана, да. И сейчас хорошие отношения. Я знаю сборную России со сборной Азербайджан, да вообще со всеми хорошие отношения. Просто, конечно, мы желаем удачи сборной Азербайджана в этом финале, это несомненно. Кстати, любопытный факт, Андрей. У нас соперники по этому финалу встречались три раза в карьере друг с другом. Вот последний раз встречались на Украина Open в 2015 году. Там Сари победил своего соперника в удивительном и очень красивом финале со счетом 15-13. Фантастический там расклад был, а атаки одна другую сменяли. До этого, напротив, победил и азербайджанец, причем с разгромным счетом 10-1. Это был полуфинал олимпийской квалификации как раз в Турции. Вот они встретились в Стамбуле, как раз турок-то и мог отобраться на Олимпиаду, но не пустил его, что любопытный азербайджанец. Так что есть вот такой, неожиданно вскрылась зуб на азербайджанца у Ениса Сари. Он, безусловно, помнит, что именно азербайджанец не пустил его на Олимпиаду в Рио, победив тогда в Стамбуле 10-1. Причем на родине турка азербайджанец одержал ту победу со счетом 10-1. И последний раз они еще встречались на недавнем президентском кубке в Боне. Тогда азербайджанец вновь был сильнее со счетом 12-4. Так что два последних боя выиграл азербайджанский тхаквандист, а все идет к третий подряд победе. Ну так вот, я и говорю о том, что, во-первых, азербайджанец очень сильно прибавил. Вообще все азербайджанцы очень сильно прибавили с приходом нового тренера. Вот, они как бы перенимают ту тактику, которую вводил он в свое время в сборной Рана. Они очень надежно работают, как вы говорите, передистоящей ногой. И, ну, редко рискуют, редко делают опрометчивые шаги. То есть, как бы, у них все идет от надежности. Да, схема и вот строгость, дисциплина прежде всего. Сборная Рана всегда этим отличалась. И сейчас вот у сборной Азербайджана видно, что азербайджанец, ведя в счете, не дает поводов усомниться в своей силе. Да, он четко стоял, смотрел за передистоящей ногой соперника. И, увидев свободную зону, моментально нанес удар на три очка. 5-0. Здесь, в этом финале, я думаю, все уже ясно. Третий подряд победа азербайджанского тхеквандиста Бигди Храни над турком Сари. И он заслуженно становится теперь еще и чемпионом Европы. Давно, давно не было такого стабильного выступления у сборной Азербайджана. Андрей, я с вами полностью согласен. При том, что 25 лет уже азербайджанцу. Возможно, это его последняя Олимпиада в карьере. Никто не знает. И он туда поедет. Большой молодец. У него, кстати говоря, в прошлом году уже был большой серьезный успех. Мы забыли сказать. Он стал победителем европейских игр у себя на родине. Теперь уже у себя на родине в Баку. Золотая медаль пришла к Харджигани. Вот такой вот успешный тот год. Успешный этот. Все зависит теперь от выступления на Олимпиаде. А что касается Юнуса Сари, то он, кстати говоря, сверстник азербайджанца. Ему тоже 25 лет. У него в карьере есть медаль, кстати говоря, с чемпионата Европы в Олимпийских весах в Нальчике. В прошлом году Юнис, по-моему, взял золото. Да, действительно так. Так что этот год тоже был успешным для Юниса Сари. Но вот сейчас чуть сильнее азербайджанский ткэквонист. Все-таки в ткэквондо даже чуть-чуть это всегда бывает достаточно. Смотрите, даже несмотря на то, что он выиграл, все равно его тренер Рязани недоволен. Так было в сборной Ирана. Вот 10 лет назад, когда к Пекинской Олимпиаде он готовил свою сборную Ирана, постоянно недоволен. Даже на самой Олимпиаде я вот заметил, я работал из Пекина, комментировал соревнования. Даже если чемпион, все равно ты не прав. Почему? Ну вот такая дисциплина, возможно, она и нужна. Ну да, всегда есть что-то делать, как говорится. Мы благодарим Андрея Хигая за его включение в нашу трансляцию. Это был главный судья России, человек, который поедет работать в Рио-де-Жанейро в качестве арбитра. Получил он на это право, свою лицензию. Мы поздравляем Андрея и желаем ему удачи. Ну а сейчас, наверное, лучший момент этого финала. И будем закругляться. На этом финалы по Монтре у нас завершены. Третий соревновательный день позади. Еще раз резюмируем, что сборная России остается без медали. Пропускает вперед сборную Турции в общекомандном зачете. Но не беда. Завтра еще будет один день, заключительный нам чемпионат Европы. У нас будет выступать Ольга Иванова, Владислав Ларин. Уже звезды первой величины. И не только в нашей команде, но и в Европе, и в мире. Продолжение следует...